МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне хотелось бы сказать большое спасибо педагогам и репетиторам. Это Светлана Дзентимировна Адерхаева. Это Нина Семизорова и это Татьяна Голикова. В прошлом блистательные балерины Большого театра, которые всегда являли верчайшие образы зрителям и любителям балета. Благодаря их отдаче, их труду, их заинтересованности и их бесконечного желания идти вперед и отдавать самих себя своим ученицам, именно это привело к такому результату, что сегодня в балете Большого театра три прем-балерины. Первой, кто получил статус прем-балерины Большого театра, была Нина Копцова. Она действительно очарование нашей сцены. Она лирико-романтичная балерина. Она обладает невероятным драматическим талантом. Она красива, она легка на сцене. Для нее, казалось бы, не существует преград. Когда она выходит на сцену в роли Жизели, когда она появляется в роли Маши в балете «Щелкунчик», когда она танцует эсмеральду, это не Нина Копцова. Это те образы, которые ей удается создать. Я ее от всей души поздравляю. Нина действительно сегодня заслуживает звание прем-балерины Большого театра. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Было очень удивительно, когда вдруг на первом спектакле, на исторической сцене, вышел Сергей Филин, наш худруб, и объявил о том, что Нина получила статус примы-балерины Большого театра. И, знаете, просто до слез было трогательное. Это неожиданность. И то, что все-таки дирекция ценила работу Нины, вся труппа аплодировала. Она получила цветы. Я рада за нее. Мне с ней не трудно, но я не могу с ней расслабиться. Большое, потому что она пришла ко мне уже готовой балериной. Много она знает. Замечания, которые она получает, это не простые замечания. Это уже замечания, которые добавляют в ней эти многогранные нюансы, вот так скажем. То есть это работа идет, которая требует нервного такого участия каждый раз. Поэтому Нина меня собирает тоже внутренне, идя на репетицию. И я всегда должна где-то сосредоточиться. Корпус идет. Это левое плечо также идет. Пам-па. Я желаю большого здоровья. А остальное, настойчивость, талант, это все Ниночка имеет при себе. Когда мне было 5 лет, я впервые увидела по телевизору балет «Лебединое озеро». И, как всегда, его показывали раньше ночью. Мне родители разрешили остаться и посмотреть телевизор. И когда я увидела этот балет, я просто ахнула. Я была в таком восторге. Я поняла, вот чего мне не хватало в этой жизни и вот к чему я буду стремиться. Я разбудила маму, которая уже практически засыпала, и спросила, мама, скажи, а где так красиво танцуют? И мама сказала, это в Большом театре, Ниночка. Я говорю, мама, совершенно серьезно, я тогда сказала, на полном серьезе. Хорошо, мама, значит, и я буду балериной и буду танцевать в Большом театре. Представляете? И вот сейчас я это вспоминаю вот с особенной теплотой, потому что, ну, кто бы знал, что я буду танцевать в Большом театре через много лет и стану прямой балериной. Вот для меня, конечно же, это исполнение моей мечты. Следующий, о комборте хотел сказать, это Екатерина Крысанова. Екатерина Крысанова обладает невероятным характером. Она и сложна, и интересна. Она ищет себя в разных областях хореографии. Ей достаточно легко дается и классический репертуар, в котором она блистательно выступает. Казалось бы, может быть, не совсем ее партия Лебедя, Адеты и Адилии в Лебедином озере сделана превосходной. Крещины тебе два... Да, во-первых, легко, и у тебя тогда это получается. И вот эта диагональ обязательно только так. Я бы хотел сказать, что она с большим желанием обращается к новым работам, и она не перестает искать себя в разных и разных областях сегодняшней современной хореографии. Как пример, последняя работа «Отражение» очень ярко доказывает, что Катя может представлять сегодня как классический репертуар на сцене Большого театра, так и современные, новые, авангардные работы. Мне было три годика, когда мои родители отвели меня в кружок. И это было не профессиональное занятие. Профессионально балетом я начала заниматься все-таки в возрасте 10 лет. Сначала это была школа Галины Вишневской, там классическое отделение. Потом через год я пришла в школу Лавровского. На сцене чувствовала себя свободнее, пожалуй, даже чем в зале. В зале в репетиционном могла больше стесняться, когда смотрели на меня одноклассницы или одноклассники, когда приходили родители на открытые уроки, вот эти вот невыносимые для меня были. А когда я выходила на сцену, что-то происходило со мной такое, что я не видела никого, ничего, гружался в эту атмосферу и как будто сама открывалась для себя с другой стороны. Катус Прима-балерина. Не могу сказать, что сейчас у меня это упало так нагло, неожиданно, и я совершенно этого не ждала и не ожидала. Это будет, наверное, нечестно и неправда с моей стороны. АПЛОДИСМЕНТЫ и к плечо осторожно 8 с половиной лет назад пришла такая скромная девочка кассе красавица старательная девочка была какая-то вся в себе вся в себе поначалу конечно было трудно и вниз я причем не сезжай я окончила вагановскую школу по и педагоги галина сергеевна уладова марина тимофеевна семенова в школе мои педагоги великие педагоги варвара павловна мэй ирина васильевна шерипина то что мне передали свое творческое богатство сейчас передаю своим ученикам да ну конечно я думаю что вот мне удалось и сейчас катя балерина высокого класса она очень собранная и с ней легко работать она как бы понимает меня с полуслова и КОНЕЦ Мы только что репетировали балет Перри, который будет она танцевать в Берлине у Володи Малахова. Он ее пригласил станцевать этот балет, который он сам поставил. Там она еще у него два лебединых станцует. Так что, в общем, все нормально. И еще одна наша ведущая балерина, которая стала прямо балериной балета Большого театра, Екатерина Шипулина. 4 декабря на балете «Светлый ручей», в котором я принимала участие, после окончания было объявлено, что меня переводят в другой статус. Теперь я прямо балерина Большого театра. Что, несомненно, добавляет уверенности в себе и уже немножечко какое-то совсем другое ощущение. Я бы хотел сказать, что Катя обладает определенным стилем. Она очень ярка и очень индивидуальна. Она, как никто, кропотливо работает над каждым своим образом, над каждым спектаклем, который она создает на сцене Большого театра. Как пример могу сказать, что, готовясь к вечеру памяти Роланы Пяти, она будет выходить в премьере «Юноша и смерть». Екатерина отказалась от очень многих работ, которые были параллельны. И для нее это новая работа, и она отдается ей целиком и полностью. Очень обидно, когда люди, которые далекие от балета, думают, что у нас очень легкомысленная профессия. Не знают всех подводных камней. Ты должен быть действительно фанатом, чем-то жертвовать. И здоровое упрямство тоже должно быть. Конечно же, не надо биться головой об стену, но если ты хочешь чего-то добиться, ты должен быть все-таки, наверное, и немножко упрямым, и в меру тщеславным. Образы, которые делает Катя, они все оставляют долгие впечатления. Последние гастроли в Париже, в которых принимала участие Екатерина Шипулина, которая представляла репертуар Большого театра, была отмечена не только критиками, но и зрителями парижской оперы. Это действительно была огромная благодарность и аплодисменты в адрес нашей сегодняшней примы-балерины Большого театра. Большое количество педагогов, хореографов, которые приезжают в Большой театр и которым довелось поработать с Екатериной, говорят, что ей интересно знать все, каждые нюансы для того, чтобы сделать свою роль еще более яркой. С ней очень и очень интересно работать, потому что ты чувствуешь в этом диалоге, в этом обмене информации, ты чувствуешь стопроцентную отдачу. КОНЕЦ Когда ты выходишь на сцену и показываешь, над чем ты работал, кропотливо, уперто и трудно, все, что ты сделал в зале, у тебя все получается, все, что ты задумал, и действительно наступает такой момент счастья, удовлетворения от собственной работы, действительно ни с чем не сравнимый, за что, наверное, мы любим свою профессию, и это действительно вот такой кайф. КОНЕЦ